Красками разными, белыми, красными, небо рассвечу я, у-у-у-у-у, волнами синими, вскользь на дверь... Ты или тебе? Потому что я должен понимать, на какой вопрос я отвечаю. О, лягушка. И кто трусы ребятам шьет? Основано на нереальных событиях. Серый, не в ту камеру! Что? А-а-а, понял. Тридевятая Пикчерс представляет 50 оттенков серого. Как серого? Это 50 оттенков меня, что ли? Серый, соберись. Вон та бумажка. А-а-а. Ага. Спасибо, Света. Иван Царевич и Серый Волк 4. Ну вот, конечно. Итак, зима в этом году в Тридевятом была особенно долгая и холод... Прямо как в прошлом году и как в позапрошлом. Она у нас всегда такая. Особенно долгая и холодная. Особенно зимой. Ну, наконец, и в Тридевятое царство пришла весна. Ну, то есть как пришла? Это как с Василисой. Вот зовет ее Иван, допустим. Василиса! Она говорит... Иду! Ну, это же не значит, что она идет. Это значит, что она сейчас примет душ, выпьет кофе, накрасится, поговорит по телефону, если его к тому моменту изобретут. Но, думаю, изобретут. Потому что знаете, сколько она красится? То есть сказать-то она сказала, что идет, но пока не пришла. Вот так и с весной. О, бежит. Это Ферапонт. Новый советник у царя. Царь, вообще-то, шибко умных рядом с собой не любит. Но советник ему полагается по штатному расписанию. Так он Ферапонта взял. Тот посоветует. Царь его дураком назовет. И все по-своему сделает. Официальные огурцы всесказочного песенного конкурса. Официальные огурцы всесказочного песенного конкурса. А это, извините, что было? И увидели. Волнуешься? Да ну... Чего тут волноваться-то? А что? А я всегда волнуюсь. И пью успокоительное. Хочешь? Это ж надо какой прохвост! Да! Именно. Любви. А ведь любовь это то, что движет миром. То, из-за чего развязываются войны и совершаются открытия. Что делает тебя самым несчастным и самым счастливым. На земле все это любовь. И всего этого у меня, увы, нет. Позвольте представиться. Али Аль Султан Ибн Абдурахман Ибн... Этот как его... Нет, все. Без последнего Ибн. Али Аль Султан. Можете просто Али. Ох, да, мы с Ваней так любим друг друга. У него, конечно, есть пробелы в образовании, но это же не главное, правда? И вообще, я так по нему соскучилась. Зачем вы меня здесь держите? Понимаете, люди, которые по-настоящему любят, они как бы притягиваются друг к другу силой взаимной любви. Мне было нужно, чтобы Иван вас нашел. Поэтому я рад сообщить, что завтра утром он будет здесь. Правда? Ванечка, родной мой, как хорошо! Так вы что, похитили меня только чтобы проверить, настоящая ли у нас любовь? Да, но не только. А зачем еще? Вы меня пугаете. Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, от Данис женской лаской прищенный. Недовольно ли вертеться, кружиться, не пора ли мужчиною быть? Неплохо, но я бы еще что-нибудь поискала. Калинка, Калинка, Калинка моя! Что, опять не то? Так, про свиней потом. А про петухов важная информация. Выходит, она не у нас. И чего тогда еще было такое необычное? Снизу пол, сверху потолок? Необычное! Сиреневые облака. Точно! Я же с Алибабой вместе учился, он к нам по обмену приезжал. Так вот он говорил, что у них там облака сиреневые. Тогда все ясно. Василиса в сказках Востока. Во сколько? Востока во сколько надо! Так ведь Март на дворе, он и орет. Да? Но зачем же так громко? Почему так громко? Вот я сейчас возьму тебя одной рукой за хвост, а другой за... Кто же? Кто же? Тоже! Вы волнуетесь? Я тоже! Вот это да! Невероятно эффектное появление последнего участника нашего конкурса. Исполнитель код из тридевятого царства получает порядковый номер... Один! И ничего не того. После подсчета голосов становится ясно, что в нашем конкурсе с огромным отрывом побеждает великолепное трио из тридевятого царства. Ура! Мы победили! Мы – мы У ihn Грали. Мы победили, мы выиграли! Вы же спасли всех нас от страшной опасности. Надо всем об этом рассказать! А давайте чай пить. Сушки, трюшки, латрушки. А давайте чай пить. Пахлава, щербет, рахат лукум. Тётя Дуня? Спасибо, тётушка Дунияра. Поставьте сюда. Хозяин, а можно я на сегодня возьму отгул? Так, хочется финал посмотреть. Финал? Какой финал? Конкурса. Вы что, не смотрите? Весь мир смотрит. Да вот же. Очнись, крыса. Мы будем выступать в любом случае. Правильно, только вперёд. Как говорится, перпетум мобиле. То есть, человек разумный. Подождите, а кто будет петь? Петь буду. Я. Фантастика! Это просто... Только я извиняюсь. А как же вы будете? Вы же, я прошу прощения, только шипите. И делаете это блестяще. Но певческого таланта... Всё-таки, ну... Как-то не особо. А это не твоя забота. Иди и договорись с Аделаидой. Да. Бегу. Одна наряд там, другая. Ещё дальше. Певческий талант. Если чего-то нет, это всегда можно купить. Ну, или на что-то выменить. И как дальше жить? Без желаний, без целей, без мечты. Где брать мотивации? В итоге апатия, депрессия, утрата вкуса к жизни. А потом... Это не волшебный кувшин. А какой? Просто кувшин. У нас таких на каждом шагу. Действительно. Я так понимаю, вам куда-то надо. Так я вас могу туда доставить. А вы тут откуда? Вы будете смеяться, но... От верблюда. Служба такси, корабли пустыни. Мархан такси. Но я вам рекомендую верблюда. Эконом, комфорт, бизнес. А в чём разница? В экономе нет климат-контроля. А в комфорте? Есть, но он не работает. А в бизнесе есть и работает? Да, только вчера сломался. Чем же тогда отличается бизнес от комфорта? Ну как? В комфорте он сломался полгода назад, а в бизнесе только вчера. Давайте уже поедем. Там с Василисой непонятно что и непонятно, там ли она вообще. Да-да, поехали. Только чтоб прямо сейчас. Да, пожалуйста. Обсуждение закончено. Кто будет отвечать? Отвечать буду я. Отвечает Иван. Пожалуйста. Мы не знаем. Это правильный ответ. Видите, какая досада? Придумал прекрасную загадку, а разгадку придумать не могу. Надеялся, вдруг вы подскажете. Ладно, если отгадаете, пишите в личку. В этот уикенд тут пройдет ежегодный всесказочный конкурс песен. 317-е царство получило это право благодаря прошлогодней победе своего самого популярного певца, хомяка Жорста. Официальные огурцы всесказочного песенного конкурса. Нет, это случайность. Я не это имела в виду. Да какая разница? Наше терпение лопнуло. Вот. Понятно? Все, уходим. Поймите, но это же было ля. А я же цапля. И как я могла не цаплыть ля? Искусство требует жертв. И мы же еще играем в ля-мажоре. Как мы теперь без ля сыграем в ре? Мы не можем в ре. Мы лягушки, а не рыгушки. Я прошу прощения, я соль диез уже шесть лет. Мне кажется, я заслужила повышение. Хотя бы на полтона. А это и есть безвременно ушедший от нас ля. Ох, какое прекрасное предложение. Занимайте место. Карьеристка. Самоубийца. Немедленно выйдите за черту. А чего это я должен? Пусть лучше черта выйдет за меня. Непонятно. Вот поэтому ни черта у тебя и не выйдет. Теперь понятно? Информация обрабатывается. Черта характера, черта оседлости, черта нова, черта полох, черта лысого. Бессмысленный набор слов. Повторите вопрос. Пожалуйста. Быть или не быть. Вот в чем вопрос. Поду ли я стрелой пронзенный? Куда? Куда вы удалились? И кто трусы ребятам шьет? Система будет перезагружена. Петенька. Откуда? Сто семнадцатого. Я к маме хочу. Главное, только тихо стало. Ну ты не... Ночь пройдет, пройдет пора, ненастное солнце взойдет. Обидно же. Такой голос пропадает. У меня ведь четыре октавы, а тембр, а сила звука. Так и пел бы сам. Чего ж ты? Харизмой не вышел. Маленький, серенький. Сейчас же главное, чтоб грудь колесом, стразы, перья. И чтобы звали Филипп. Это да. А тут у меня голос. У него внешность. Престижный конкурс. Хоть так, но меня услышали. И увидели. Ой, да. Позор, позор. Yes, yes, окей. Уже никто не сможет помещать нам уничтожить мир. До взрыва осталось три минуты и... No! А это много? Это больше, чем много. Ну что, согласны? Ну, мне надо посоветоваться с моим продюсером. Вот главная ошибка звезд. В итоге все получает продюсер, а артист работает за копейки. Нет, если это ваше решение... Подождите. Я не знаю. Мне надо... Я согласен. Вот и прекрасно. Ну что, приступим? Я снимаю, как вы пьете наш напиток. Выкладываю во всех социальных, торговых и рыболовецких сетях. И уже к концу вашего выступления мы имеем несколько миллионов нравликов. Ну, хорошо. Все очень просто. Выпиваете стакан до дна и делаете вот так. Итак, восемь стаканов. Восемь? Хотите десять? Не хочу. Тогда поехали. И не забудьте в конце сказать, время пить и время петь. Мотор! Время пить и время петь. А я вас везде ищу! Это грандиозно! Я устраивал гастроли Крероса в Поворотти. Да что там! Я делал три концерта Баскова в Кишиневе. Я так скажу. Они вам в подметки не годятся. А у вас же нет подметок, да? Так вот, если бы были, то не годились бы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!